рецепт заключается первое но надо иметь лосятину хорошо что есть друзья которые угостили а дальше картошечка лучок чесночок помидорки пропорции мы потом поджариваем до хрустящего такого золотистого цвета картошку потом лучок а потом рад дальше ротка ну вот а теперь лучок у нас правда у нас есть еще к лучку ножичек а с кузни известный мастер делал но хорошо и мы лучок режем и потом и тяжелый чувствую что не надо давить сам режет отличная штука без усилий раз правда я доктор вот хорошенько вторая порция пошла не надо много мы же за мясом приехали будем мясо и картошки то что можно убежать деревне все он скоро будут угли так ну и вот последний у нас свечок надо его поджарить до золотистого полегонько крупными кусками крупными на самом месте картошка вот так у нас вот она все по отдельности это охотничье блюдо поэтому оно так должно готовиться так и еще у нас остается чесночок вот здесь должен быть мужчина то женщина скажет что рука болит так и еще у нас остается чесночок раз два три ну и пошли рассказывать как значит у нас есть казан такой деревенский специальная подставка ступа называется для него посыл в русскую печку ну и рецепт вам расскажу рецепт он деревенский значит суть рецепта заключается чтобы ничего не переборщить вначале забрасываем картошку картошки не должно быть много ну это достаточно смотрите какая румяная зелененькая чуть-чуть солим чуть-чуть перчим теперь мясо зверя вот он вот кусками огромными накладываем ну зверь вы уже слышали какой еще раз повторюсь это мясо чуть-чуть потом это еще соли дадим перчим солим сверху идет лучок наш ролотистый на лосятинку так чтоб она была с запахом вот аккуратно мы укладываем помидорчиками это дело чесночка снимай по чуть-чуть конечно даем не простой а с ручья вот ручейная должна быть хорошая вот эта вот вот павель андрей динонович в деревне вот пошло хорошо ух ты ема ребята если я вот попробую помрешь помрешь ой 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 в таланте не умер слушай я туда горячего а в россии нормально какие куски мяса мне нравится доктор господи андреус ты хоть в россии когда я бы так нормально готовился не никогда если бы не ты ты же мне подсказал так все а ты что не будешь дай мне в тарелку чуть-чуть опа нашу цинковку ай ну тебе не простая конечно это вот как я говорю вот душой не брезгую русская душа она болит она всегда болит сигарет нет ничего не так выпьем за это мясо за вот эту вкуснятину короче который подарила вот эта земля да и дай бог чтоб не было войны слава богу танкист